Вот, приседать! Вот это... Что тут? Летая орла. Машиня круглая наматывала. Российские оккупанты как могут пытаются ответить на успехи украинской армии на Донбассе. В УСУ понемногу отвоевывают метр за метр родные земли. А российские войска наносят удары по линиям снабжения. Артиллерийские обстрелы проходят, вы сами видите как. Вроде немного поутихло, но они постоянно работают, постоянно что-то где-то ищут. Нас накрывают огнем, работают, огрызаются, хотят показать свою силу. Эти военные бойцы ПВО. Они держат небо на передовой Донбасса. Чаще всего занимаются ликвидацией российских дронов. По планшету мы видим, какое направление, тип цели, на какой скорости работает. Затем делаем выводы и в зависимости от курса, который наблюдатель визуально обнаруживает, получаем команду на уничтожение, если цель входит в зону поражения. Вот, кстати, что именно происходит после обстрелов россиян. Невероятный вред они наносят украинской природе. Стреляют неразборчиво. Прилететь может куда угодно, рассказывают украинские защитники. Сейчас, когда мы начали продвигаться, они обстреливают все маршруты к передовым позициям, чтобы наша бронетехника не смогла доставить больше людей, боеприпасов и прочего. Поэтому их артиллерия интенсивно работает по всем направлениям у самых передовых позиций. Чаще всего россияне работают артиллерией. Для разведки запускают дроны. Разведку враг проводит каждый день. Летают очень часто. В этот момент наводят еще и ланцеты. Пробуем работать, пробуем выявлять. И, конечно, пробуем уничтожать их. В зенитном подразделении заявили, что их местонахождение не может быть раскрыто по соображениям безопасности. Ну вот, как бьют врага, парни охотно показывают и рассказывают. Нам нужно нейтрализовать их беспилотные летательные аппараты, чтобы они меньше видели наше движение и наши действия. А когда они слепнут, мы получаем преимущество. Кстати, местоположение свое украинские воины обещают в скором времени изменить. Собираются продвигаться вперед.